Впервые состоялась встреча всех выпускников Дагестанского гуманитарного института. В мероприятии также приняли участие преподаватели, работавшие в годы становления вуза, представители власти и духовенства республики. Подробнее Гамзат Нурмагомедов. Дагестанский гуманитарный институт берет свое начало от Института теологии и международных отношений. Датой создания вуза принято, считай, 2004 год, год первого приема абитуриентов. На сегодняшний день Дагестанский гуманитарный институт подарил республике Дагестан и Российской Федерации в целом свыше тысячи подготовленных специалистов в области теологии, лингвистики, журналистики и продолжать готовить свыше сотен специалистов по этим направлениям подготовки. Сегодня они встретились на торжественном мероприятии, организованном специально для них. На сцене выступают преподаватели, работавшие бок о бок с основателем вуза, первым ректором и прекрасным наставником Максудом Садиковым. Они вспоминают о тех трудностях, с которыми им пришлось столкнуться в первые годы становления вуза. Максудом Садиковский гуманитарный институт подарил республики Дагестан и Российской Федерации. Эта идея была Дагестанская. Она начала здесь. Нигде этого не было. Когда мы садились с другими преподавателями, у него на столе всегда был список дел, которые надо сделать в этот день, на следующий день, через месяц. Я все время говорила, слушай, столько дел подряд невозможно. Это все живой человек не может, он говорил Айшар. Я боюсь не успеть. Я боюсь не успеть, говорил он. Он так много за эти годы сделал, что, наверное, другие и за 30, и за 40, и за 50 лет бы не сделали. Вспоминая жизнь Максуда Садикова, многие не сдерживают слез. После выступления преподавателей со сцены звучат прекрасные нашиды. Показывают видеоролики первых лет студенческой жизни. Знаю и уважаю моих выпускников и жду от них всегда, чтобы наш Дагестан процветал именно такими последователями и такими людьми, как они. Нынешние студенты подготовили сценку с участием выпускников вуза, оставивших яркий след в общественной жизни республики. Такого никто не ожидал. Стало известно, что некий дворой претендовал на трон Султана. Кто он? Зачнил заговор. Кто он? Это злорадство, дело рук этого человека. Ты кто сумасшедший? Отвечаем! Далее слово предоставляют выпускникам. Они тепло отзываются о вузе и преподавателях, которые стали для них вторыми родителями и наставниками. Если меня можно назвать человеком, хоть каким-то, то это во многом сослуга этого вуза действительно. Как здесь относятся к студентам? Ты не одинок в своих проблемах, в своей учебе. Как здесь относятся преподаватели к своим студентам, к своим детям, будет правильнее сказать. Ну, наверное, я не знаю, где так относятся. Действительно, вуз очень теплый, очень искренний, где тебя всегда ждут, где всегда тебе рады. Такого, можно сказать, я не видела нигде. Мероприятие завершается коллективной мольбой за тех, кто отдал жизни ради благополучия дагестанского общества. За тех, кто воспитал высокообразованное и духовно-нравственное поколение. Данные выпускники, они современному обществу, они крайне нужны, важны даже просто своим нахождением. Почему? Потому что этот человек не просто, он экономист, журналист и педагог, скажем так, теолог, богослов. Это человек высокой морали, нравственности, который не обманет, не предаст, на него можно положиться, взятку не возьмет, скажем так, не будет заниматься желтой прессой и писаниной. То есть это человек, для которого человеческие ценности будут на первом месте. После выпускники преподаватели со сияющими глазами обнимают друг друга, фотографируются на память, с улыбкой на лице вспоминают невозвратные годы, проведенные в вузе. И надеются, что такие встречи станут традиционными. Гамзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкар.